Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Уважаемые соотечественники, вы видите, что происходит в Джагуркуке Неши в связи с желанием Сорунбая Джейнбекова устранить политического оппонента в лице экс-президента страны. Для достижения этой цели включены все ресурсы государственных органов. Задействованы самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым. Используются самые безнравственные информационные технологии. Ранее я заявил о том, что не стану участвовать в этом спектакле. Ответственности не боюсь. Но перед лицом истории не имею права легализовать беззаконие, творимое Джейнбековыми. Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях. И что генеральный прокурор может так услужливо узаконить весь этот бред за один день. Это во-первых. А во-вторых, меня никто не приглашал в парламент. Боятся правды. Все свои грязные дела эти люди привыкли делать из-под тишка. Трусливо и подло. И также трусливо и подло посадили Кувана Кулматова и Сапара Исакова, когда они вскрыли творившийся беспредел на таможне. Что касается сути выдвинутых против меня обвинений, могу лишь повторить. Полная чушь и абсурд. Взять того же Субихи Пархати, которого прокуратура пытается представить в качестве моего бизнес-партнера. Ведь он стал покупателем одной из бывших моих компаний по рекомендации главы АК Инвест Хабибулы Абдекадыра, с которым меня познакомил Сауронбай Джейнбеков летом 2017 года, в самый разгар президентских выборов. Джейнбеков представил его как известного бизнесмена из Китая. Поэтому об аффилированности с АК Инвест, об участии этой компании в бизнес-проектах на территории Кыргызстана, о полученных ей лицензиях и их взаимоотношениях с Матраимовыми, надо спрашивать у Сауронбая Джейнбекова. «Очевидно также, что показания Артыкбаева и Атаханова против меня получены под давлением. Это не сделка со следствием, а сделка с собственной совестью, которой уже, видимо, нет. Придет время и по делу Батукаева, я надеюсь, однажды скажет по-мужски всю правду и сам Батукаев. О том, кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил. Я также надеюсь, что свое слово по этому вопросу скажет и президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Владимирович Путин, к которому я неоднократно обращался и устно, и письменно с просьбой об экстрадиции Батукаева обратно в Кыргызстан. Ведь я до последнего дня своего президентского срока надеялся, что Батукаев будет передан обратно в Кыргызстан. Сегодня эти факты замалчиваются кыргызскими властями. Все, что я делал, я делал для народа Кыргызстана. Все силы направлял на развитие Кыргызстана, на укрепление независимости нашего молодого государства, на повышение благосостояния народа. Сорунбай Джейнбеков запустил маховик беззакония и правового беспредела. Очевидно, что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Джейнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим. На фоне полного отсутствия каких-то позитивных сдвигов в экономике и социальной сфере, на фоне паралича системы государственного управления, этот процесс принял уже необратимый характер.